Доброе утро! Мы настраиваемся сегодня на день бизнес-конференции. Мы достаточно серьезно думали, вначале думали, какой первый день сделать. Конференция, бизнес-конференция или показ? Сначала думали, что будет конференция. Потом, когда создавалась наша новая коллекция, когда мы видели платье Ахмадулины, пока сейчас нет Алексея Нечаева, он будет буквально через 5 минут, скажу, когда мы видели эту грудь, мы поняли, что первый день должен быть показан. Вам понравился первый день? Супер! Сегодня я хочу поговорить о следующем годе и сказать вам главное, зачем я вышел. Используйте на 100% все возможности компании, которые она предоставляет. Вчера был день, и вы увидели, какой продукт у компании. Нет в мире такой, другой, где бы были представлены все товары, которые вы можете только себе представить. Нету компании с такой концепцией fast fashion. Ваши аплодисменты нашей компании. Используйте все преимущества. Первое и главное, что мы стали самыми заметными. Обратили на это внимание? Думаю, во всех ваших структурах обязательно кто-то позвонил, кто не звонил вам уже многие годы. Так? Да. К вам наверняка вернулись те консультанты, которые, может быть, когда-то уходили от вас. Наверняка. Да. Я буду рассказывать свои истории. Я учился в МГУ. У меня есть однокурсница, которой мы все гордимся. Она руководит огромным известным рекламным агентством. Она не звонила мне, наверное, лет пять. Первый раз она позвонила, когда увидела рекламу павлин. Она, знаете, такая очень гламурная. Она сказала, говорит, ну вот я видела вашу рекламу. Это ваша идея того, что и продукты, и декор. Помните, да, все зебра? Да. Да. Говорит, она не очень понятна, но в общем молодцы, что начали. Вот, я говорю, спасибо. Но мы запомнили о том, что идея не очень понятна, что и платье, и декоративная косметика. И решили действовать впрямую. Помните следующую рекламную кампанию, когда мы показывали только платье? Три девушки, Жанна, Оля, Кристина, ходили по подиуму, и все. И каждая женщина в России увидела нас по нашим подсчетам примерно 24 раза. Вот звонит мне Ольга второй раз, говорит, Влад, мы все поняли, вы продаете платье. Это того. Третий раз она позвонила мне в августе, когда вышла наша детская коллекция. И сказала, я ничего не буду говорить, просто дай мне два рюкзака и два платья синих. У нее две плесняшки. Но эта история не с хоппи-эндом. Потому что, как вы помните, эта коллекция почти вся закончилась первые два дня. И я не смог сам найти в компании этих двух юбок. До сих пор. Извиняюсь. Вторая история. Расскажу ее про мою бабушку. Моя бабушка гречанка. Гречанка такая, что русский язык для нее совсем не родной. И вот когда она звонит, она говорит по-русски. Если она в хорошем настроении, то она начинает путать слова и говорить часть из них по-гречески. Она преподаватель греческого и немецкого языка в России. Но если ей что-то не нравится, она начинает переходить на немецкий. Вот. И вот это вот шайзе. Вот. Это страшно. Моя бабушка такая импульсивная. Вот. Если раньше мы созванивались редко, то теперь мы созваниваемся каждый каталог. Она звонит мне и комментирует все, что мы делаем. Она в восторге от нашей весенней коллекции. Ей не понравилась зебра, но понравился павлин. Помните, да? Вот она прям пришла на занятие, все сказали, вы богиня. Вот. И недавно она звонит мне и говорит, нет, ну анималиста это что-то. Это не мой стиль. Я не куплю. Я, естественно, в КПХ бегу с новым каталогом, показываю ей космик, она выбирает что-то из космика. И, в общем, понимаете, к чему я это? Потому что у нас появилось много поводов созваниваться. И хорошо, что не все нравится моей бабушке. К чему я это? У вас появляется новый инструмент в бизнесе. Это поговорить об одежде. Мы много проводили исследований о стиральном порошке. Рассказывал я, нет? Нет. Наверное, нет. И вот сидят 10 девушек, листают каталог, мы просим их посмотреть, какой имидж лучше, какой им больше нравится именно про стиральный порошок и бытовую химию. Но девушки все равно перелистывают на платье и смотрят только платье. Это удивительный эффект. Сегодня вы видели результаты продаж каждой страны. Новый номер, страна Фаберлик, бизнес-номер. Очень интересный номер. Там мы подходим итоги всего года, как много всего было интересного. И в первую очередь я хочу сказать вам большое-большое искреннее спасибо за те результаты, которые есть в прошлом году. Спасибо вам. Мы вместе очень много поработали. Но второе, в этом журнале впервые мы показали рейтинг лидеров. Лидеров в статусе бриллиант и выше. Рейтинг такой. Прирост личной группы. Групповой объем первого уровня. Это рост либо ОЛГ, объема личной группы, либо появившиеся новые веточки, новые директора. И мы видели такую тенденцию. Первое, что если драгоценный лидер имеет высокие темпы роста, то и вся структура с ее глубиной работает так же, с такой же скоростью. А если чуть медленнее, спокойнее, то так же работает вся структура. Это первое, что я увидел. Но второе, радостное, что я увидел. У меня плохая новость для тех, кто не собирается расти в следующем году. И для тех, кто даже будет что-то саботировать. Ни одно платье ему не понравится. Вы все равно вырастите минимум на 20%. Что бы вы ни делали. Круто. Я не понимаю, это так много тех, кто не собирается работать? Те, кто будут прикладывать усилия. Мы искренне верим и знаем, что вы вырастите на 50%. Но как мы видели сегодня, результаты могут быть разные. Можно удвоиться за один год. Видели результаты Украины? Беларусь. Это сумасшедшие результаты. Азербайджан. Молодцы. Все зависит от вас. Используйте все инструменты, которые есть в компании, для того, чтобы вырасти в следующем году. И я хочу сегодня еще рассказать об одной вещи. О методике, которая пришла к нам вместе с компанией «Флоранч». Но прежде всего, я хочу, чтобы мы с вами поаплодировали лидерам компании «Флоранч». Давайте поаплодируем так, как мы умеем. Искренне, по-настоящему. Мы очень рады, что вы с нами. Стоите, пожалуйста. Мы очень-очень рады, что вы с нами. Мы знаем, что 26 сентября вы будете вместе с нами уже в новом маркетинг-плане. Я слышу, как аплодисменты чуть-чуть засухли при слове «новый маркетинг-план». Нет. Лидеры «Флоранч» переходят на наш маркетинг-план. Это будет непросто. Но я уверен, что все у них получится. Я два слова скажу об этой компании. Наверное, есть две компании, мы и «Флоранч», которые так любят свой продукт. Я был на мероприятии, посвященном десятилетию компании. Вчера они очень скромничали, когда был показ линии «Флоранч» нижнего белья. Обычно это происходит так. Это 100, 200, 300 лидеров вокруг сцены, вокруг подиума. И каждая из них, каждая модель удивительна. Они радуются ей. Я так никогда не видел, я не знал, смотри. Они дают свои продукты во время завтраков, продукты питания. Это тоже технология. Но мы увидели технологию, которой нет ни у одной компании. Это технология показов, или по-другому она называется дефиле. Фэшн-шоу тоже, можно сказать, и так. В чем она состоит? Это, ну, что мы с вами можем сделать? Мы единственная компания в России и в странах, у которой такой широкий ассортимент. Мы единственная компания, у которой есть такие коллекции платьев и женской одежды. Мы сможем с вами, когда я говорил про рост 20-40-50 процентов, вы слышали, что в прошлом году к нам пришло миллион новых консультантов. Миллион. Такого не было никогда в компании. В следующем году мы прогнозируем, что это будет полтора миллиона минимум. И плюс те консультанты, которые придут к нам во время показов. Давайте представим, что в каждом городе, в России их 1100 городов, в каждом есть лидер. Плюс лидеры в странах, это еще порядка 400 городов. До того, полторы тысячи городов и лидеров. И представьте, что в каждом городе будет проходить такой показ, как вчера. Вот просто представьте. 500-600 человек. Но я бы считал очень строгно, что 10 показов в год, в каждом городе, полторы тысячи городов. Каждый показ по 100 новичков. 100 уникальных либо клиентов, либо новых консультантов. Одно умножило на другое. Получилось ровно еще полтора миллиона новых консультантов. Мы с вами, нам предстоит в этом году овладеть этой технологией. Представьте, что в каждом городе будет модный показ. Вы можете стать, каждый лидер в каждом городе, настоящим, как говорит Андрей Бурматиков, трендсеттером. В своем городе. И я верю, что эта технология в этом году, мы готовы в нее, как компания, тоже соинвестировать. Просто взорвет весь рынок. Мы хотим, чтобы мы были заметными не только по телевизору, но и заметными в каждом городе. В больших и в малых. Поддерживайте такую идею. В сумме получилось 3 миллиона консультантов, кстати, которые должны прийти в следующем году. В юбилейный год мы проверим это. У меня есть для вас еще один подарок. Я даже не буду говорить, почему, к чему он связан. Я думаю, вы понимаете. Поймете. Мы в этом году подготовили для вас очень красивые, очень модные для каждого из сидящего здесь в зале с именем и фамилией, номером, электронной почты очень красивые визитки. Вы их получите сегодня по итогам сегодняшнего дня. Я вас прошу, прям выбросьте сегодня все визитки, которые у вас есть, и возьмите те, которые вы увидите. Там их всего по 50 штучек, правда. Это так, на первые 50 новичков. Но мы подумаем, как, если вам понравится идея таких визиток, придумаем, как делать их едиными, красивыми, чтобы у всех было очень красиво. А, у меня уже...